Что станет с российским золотом? Ну, совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, в ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Профессиональный праздник метеорологов. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Элина Шепелева. Продолжается рабочий визит представителей Республики Татарстан в Узбекистан. Делегацию Казанского федерального университета возглавляет исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский. В рамках визита состоялся круглый стол, посвященный обсуждению партнерских отношений между Татарстаном и Узбекистаном. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и глава КФУ Дмитрий Таюрский выложили о текущей ситуации с открытием филиала Казанского университета в Джизаке. По итогам обсуждения были определены следующие шаги, касающиеся лицензирования образовательной деятельности, поставки оборудования, развития инфраструктуры. Также представители ВУЗа приняли участие в церемонии открытия химико-индустриального технопарка Черчик. В Соединенных Штатах Америки готовят законопроект для заморозки Золотого резерва России. Как возможное введение ограничений отразится на российской и мировой экономике расскажем в следующем сюжете. Золотой резерв России – это государственные активы в золоте, которые хранятся в Центральном банке Российской Федерации. Золотой запас – это подушка безопасности страны. В случае кризисной ситуации или нехватки валютных резервов золото всегда можно продать или оставить в залог. В нормальной обстановке, естественно, этот резерв ни для чего не используется. Но в современной ситуации теоретически возможно, что Центральный банк захочет продать часть принадлежащего ему золота другим странам, ну или, предположим, банкам иностранным, для того, чтобы получить в свои руки ту или иную валюту. Именно такой запрет на монетизацию и планируют ввести в Сенате США в связи со спецоперацией России на территории Украины. Блокировки хотят подвергнуть примерно 132 миллиарда долларов в золотом эквиваленте. Если это удастся, то Центральный банк, по сути, потеряет возможность продавать свое золото и получать доступ к дополнительной валюте. Даже если он будет введен в действие, вопрос, как это практически будет осуществляться. Какие фактические меры они смогут предпринять против наших сделок с нашим золотом? Экономические санкции начали вводиться еще с 2014 года в связи с вхождением Крым в состав России. Опыт предыдущих санкций, он свидетельствует о том, что их урон, который они наносят по интересам России, по безопасности России, он достаточно невысок. И Россия, благодаря ответным действиям, в том числе программе импортозамещения, она большинство этих санкций смогла нивилировать как угрозу. Между тем, президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на экономические санкции Запада поручил Газпрому перевести расчеты за поставку газа в Европу в рубли. Но совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, в ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Это первый шаг к переводу всей внешней торговли на рублевую основу. А учитывая, что Россия больше экспортирует, чем импортирует, создается ситуация, при которой нашим зарубежным партнерам нужно рублей гораздо больше для оплаты наших товаров. И эта ситуация намного более комфортна для российской экономики и для российского рынка, для российского правительства, чем ситуация, когда мы, в свою очередь, вынуждены каким-то образом добывать валюту для того, чтобы расплачиваться по своим обязательствам и платить за импорт. Роберт Хасанов, Универньюз. 22 марта в стенах Казанского федерального университета прошло мероприятие, посвященное героическому подвигу Михаила Девятаева. В честь этого КФУ посетили представители фонда, исполнительный директор Татьяна Леонтьева и сын героя Советского Союза директор Александр Девятаев. Каждый год 23 марта по инициативе Семьерной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный метеорологический день. О метеорологическом образовании в Казанском университете смотрите далее. У природы нет плохой погоды, а у метеорологов нет выходных. Каждый день, просыпаясь утром и собираясь на работу, мы смотрим, какая погода за окном. Знание наперед, чего сегодня ожидать от погоды, будет актуальным всегда. В этом нам помогает метеорологическая служба, и ее труд сложно переоценить. И как у любой профессии, у метеорологов есть свой профессиональный праздник, который отмечается 23 марта. Всемирный метеорологический день отмечают ежегодно 23 марта, начиная с 1961 года. В этот день в 1950 году была образована Всемирная метеорологическая организация. На сегодняшний день она является основным источником информации по вопросам состояния и поведения атмосферы Земли. Сегодня день, Всемирный метеорологический день, с одной стороны, а с другой стороны, День работников метеослужбы Российской Федерации. Но поскольку мы не являемся работниками гидрометеослужбы Российской Федерации, то мы как-то это дело особенно не афишируем, не проводим, но всегда стремимся подойти к этому дню с какими-то своими научными успехами, с докладами и так далее. И вот в ближайшее время в Академии Новоктедырстана состоится мой доклад с моими коллегами, который будет касаться как раз весенних дней, весенней погоды, вегационных периодов, летней погоды и так далее. Для того, чтобы заблаговременно приготовиться к изменениям погодных условий, необходимо обладать достоверным прогнозом. Сегодня метеорологическая школа КФУ может предоставить своим студентам различные площадки для доработки профессиональных навыков. Мы начинаем работать с подразделением гидрометеослужбы всей Российской Федерации с тем, чтобы они принимали наших студентов на летнюю производственную практику. Это магистров, это студентов-бакалавров старшего курса, бакалавриат старшего курса. И разъезжаются они, по сути дела, могут разъезжать по всей России. Что касается младших курсов, то обычно бывает для младшего курса на втором курсе это экспедиция на Волгу. Нынешняя кафедра метеорологии в прошлом пропустила через себя несколько этапов изменений. После ее непосредственного основания в 1923 году она принадлежала физико-математическому факультету и называлась иначе – кафедра геофизики. Уже в 1948 году ее перевели на географический факультет и стали именовать кафедрой метеорологии и климатологии. А уже заключительное название – кафедра метеорологии, климатологии и экологии атмосферы она получила в 1995 году. Залина Султанова, Фарид Захитагвы, Универньюз. В концертном зале Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета прошел концерт татарской музыки. Как это происходило, узнаете в нашем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошел концерт «Ильхамлея Шлег», где известные артисты татарской эстрады порадовали студентов красивой музыкой. В их числе Ильгиз Шихразиев, Алина Азат Каримова, Ильнар Мирангов. Все они победители многих международных конкурсов, в том числе татарманы. В нашем здании, в нашем актовом зале состоится концерт, который будет организован силами артистов филармонии Татарстана. Они к нам вышли с инициативой провести у нас это мероприятие в рамках пушкинской карты. На этом концерте прозвучат татарские, зарубежные и русские вокальные произведения. В концертном зале собрались те люди, для которых татарская музыка не просто определенный жанр. Здесь царит родная и душевная атмосфера, которая цепляет с первых нот. Сразу после торжественного награждения преподаватели и талантливые артисты порадовали зрителей игрой на музыкальных инструментах и потрясающим вокалом. Это очень интересно, что в рамках института проводятся такие концерты, потому что не всегда получается сходить на филармонию, в театр сходить, а тут сами приходят и устраивают нам концерты. Билеты на это мероприятие можно было купить по пушкинской карте, а значит любой представитель казанской молодежи мог насладиться чудесной музыкой. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Ньюз. На этом все. В студии была Элина Шепелева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...